С одной стороны, значит, зритель, в принципе, всегда интересовался, интересуется и будет интересоваться вот жизнью, что называется. И тут как, значит, есть документальное кино, социальное типа, вот оно всегда хорошо идет про то, что происходит сейчас. Не знаю, там, украли что-нибудь, разбомбили какой-нибудь склад в Сирии, или там, значит, система Платон какая-нибудь не работает. В общем, вот это все всегда очень близко людям, естественно, потому что им интересно понимать причины следственной связи по поводу их существования, их жизни. И эти штуки, они еще кое-как живут, но они в основном как бы растворились в новостях, либо в дискуссиях, потому что сам по себе жанр документального кино немножко малоэмоциональный. Особенно если ты делаешь быстрое документальное кино, ты не можешь его сделать с той степенью драматизации, которую зритель хочет. Поэтому он долго это смотреть не может, хотя ему вроде бы хочется это смотреть, потому что это полезно ему. Но, с другой стороны, он очень быстро устает сейчас, современный зритель. Второй тип – это всяческие исторические истории. Это вот про Гитлера можно вечно, про Сталина, про там Леонардо да Винчи. Это вот главное, 90% должно быть то, что он знает, а 10% то, что он не знает. Нельзя делать совсем что-нибудь новое, вот типа Гитлер, которого вы не знаете. И рассказать, например, про Гитлера, что он как про художника. Неплохой, кстати, был художник. Это как бы вообще невозможно. То есть, наверное, это возможно, но он как-то в радикальных форматах, не для большой аудитории. Третье – это «Жизнь звезд», которая перекочевала уже во всякие вот эти, то, что называется, factual, программы, где там они ремонтируют что-то, ездят друг к другу, пока все дома, сидят там, пьют чай с пирожными, всякая вот эта хрень. Но, в принципе, одно время даже переэксплуатировали вот эту, значит, тему последние 24 часа, там, как умирал Леонид Филатов. Дальше обязательно нужно выбирать, если звезды прошлого, то должно быть так, что вот она была звездой, но потом все в ее жизни покатилось, чтобы люди переживали. То есть она была, ну понятно, что женщина в 75 или 80 лет не выглядит так, как она выглядела на экране, когда играла в возрасте 25 лет. Героиню главную в каком-нибудь фильме, да? И вот это все страдания, значит, вываливаются.